Дайджест недвижимости К слову, ранние эксперты Национального бюро кредитных историй рассчитали величину среднего семейного бюджета. Для оформления ипотечного кредита. Согласно исследованию, для того, чтобы комфортно оплачивать ипотеку, семье необходим бюджет в 69,5 тысяч рублей. Дайджест недвижимости Кировских застройщиков обязали прибраться на стройплощадках. Рейд по проверке строителями соблюдения правил внешнего благоустройства прошел в Первомайском районе города. Специалисты теруправления проинспектировали два объекта. Стройплощадку административного здания на Ленина-1 и строительство жилого дома на Роза-Люксембург-56. По первому адресу комиссия выявила несколько нарушений. В частности, на прилегающей к стройплощадке территории был обнаружен бытовой мусор и оставленные строительные материалы. Сейчас территория уже очищена. На улице Роза-Люксембург установлен факт земляных работ на землях общего пользования, без полученного в установленном порядке разрешения. По выявленному факту в отношении директора предприятия составили протокол об административном правонарушении. Дайджест недвижимости Территория бывшего вертолетного училища на улице Московской перешла в собственность Кировской области. Об этом накануне сообщил глава региона Игорь Васильев. По его словам, соответствующие документы были подписаны 17 сентября. Минобороны передало Кировской области землю, здание, сооружение бывшего Квату. Конкретных планов по использованию территории пока нет. Глава региона отметил, что будут рассматриваться разные предложения от инвесторов. При решении вопроса власти обещают учесть общественное мнение. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости